Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Внимание! Канал Муз-ТВ и программа Фак объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы, талантливы, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свои резюме на нашу электронную почту faq-mus-tv.ru. Тема – конкурс. Не забудьте про фотографии, без них письма рассматриваться не будут. А теперь переходим к делу. Смотрите сегодня! Наемники. Бизнес под прицелом. Не ждите от этой игры чего-то невероятного. Просто играйте и получайте удовольствие. Бельтеон. Свод равновесия. Проект от отечественных разработчиков, созданный по сюжету фантаста Александра Зорича. Человеки. Знакомство с предками. Игра оправдала ожидания поклонников. От смены разработчиков и от столь долгого периода умолчания она не потеряла своего очарования. And Yet It Moves. Оригинальность идеи и стильное воплощение этой игры точно не оставит вас равнодушными. Оригинальная The Humans была выпущена в далеком 1992 году и представляла из себя своеобразную вариацию The Lemmings в доисторическом антураже. Впоследствии к игре было выпущено еще два сиквела. Сегодня мы расскажем вам о ремейке этой игры образца года 2009. В России проект известен как «Человеки. Знакомство с предками». История сериала The Humans берет свое начало в 1992 году. Игра выпускалась исключительно на платформе PC и в те времена за ее разработку отвечала студия Imagitec Design. На заре зарождения компьютерных игр жанр платформенных аркад был популярен как никогда. Формально The Humans принадлежала к этой же нише, но имела ряд особенностей. Вы прорубались по уровням сквозь толпу монстров, преодолевали всяческие преграды и собирали бонусы. Но управляли не одним персонажем, а несколькими. Изюминка геймплея заключалась именно во взаимодействии главных героев и необходимости довести их всех до конца уровня целыми и невредимыми. Прошло почти 20 лет, и вот уже новая студия-разработчик Blue Monkey представила на суд публики свое видение популярной серии The Humans. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 1,5 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, 128 МБ видеопамяти и 700 МБ на жестком диске. Игровой процесс человеков представляет из себя набор из 80 уровней в нескольких оригинальных локациях. Жажда познания внешнего мира ведет пещерных людей навстречу приключениям, которые представлены тут в виде хитроумных головоломок. Сложность их, как принято в подобных играх, увеличивается от уровня к уровню. Сами же локации наполнены всевозможными ловушками и монстрами вплоть до тираннозавров. Наша оценка геймплея 5 баллов. Естественно, по прошествии почти двух десятков лет графическая игра заметно подросла. Однако, это произошло без выхода из формата платформенной аркады и без модного нынче 3D. На наш взгляд, игра от этого только выиграла. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Музыкальное сопровождение целиком и полностью соответствует юморным приключениям неандертальцев. Ненапрягающая музыка и забавные спецэффекты сопровождают вас на протяжении всей игры. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. Музыкальное сопровождение целиком и полностью соответствует юморным приключениям неандертальцев. Игра не оправдала ожидания поклонников. От смены разработчиков и от столь долгого периода молчания, The Humans не потеряли своего очарования. Игра заметно выросла и в плане геймплея, и в плане графического оформления. Классический пример того, как надо делать сиквелом. Наша общая оценка игры 5 баллов. Blue Monkey Studios постарались на славу. Перед нами добротный ремейк старых добрых The Humans. Улучшение графики пошло игре только на пользу. Суть же геймплея за прошедшие 18 лет нисколечки не поменялась. Чтобы узнать, как пройти через самые опасные участки на уровнях, смотрите наши ответы на ваши вопросы по игре. Человеки. Знакомство с предками. Первый вопрос. Как справиться с первым тираннозавром, встреченным в игре? Отвечаем. Тираннозавра – существо, конечно, опасное, но немного медлительное и туповатое. Расставьте своих водопечных в качестве приманок и заманите его в ловушку, вовремя между ними переключаясь. Помните, что в отличие от динозавра, они умеют прыгать и использовать лестницы. Главное – не входить в прямой контакт с тираннозавром. Тут вас постигнет неудача. Следующий вопрос. На начальных этапах дозаветные фижины можно довести всего лишь одного дикаря, и уровень засчитывают. Почему это перестает работать дальше? Отвечаем. Первый десяток уровней ставит перед собой цель познакомить игрока с особенностями геймплея и способностями каждого из дикарей. В дальнейшем в Человеках, как и в их пращуре в Леммингах, до конца нужно довести всех участников вояжа. Следующий вопрос. А нужно ли решать все задачки, встреченные по ходу прохождения игры? Отвечаем. Каждая решенная задачка приближает ваших неандертальцев к прелестям научно-технического прогресса, что является основной задачей игры. Так что головоломки решать необходимо и даже полезно. При решении некоторых из них дикарей обзаводится новыми технологиями и видами оружия. Наемники. Бизнес под прицелом. Уже не самая свежая игра, но это не значит, что на нее не нужно обращать внимание. Это простенький прямолинейный шутер, который подарит вам сплошное расслабление всех конечностей и нервных окончаний. Быть наемником весьма непросто. Но заказ получен, а значит, его надо выполнять. Могущественная корпорация жаждет добыть секретную информацию из здания, которая захватила банда террористов. Это значит, вместе с отрядом бравых парней вам предстоит отправиться в адское пекло городских боев. Сражение развернется в офисах и коридорах, на лестничных площадках и в полутьме коллекторов. Автоматные очереди и гранаты проложат дорогу, а умелые напарники прикроют вам спину. Поручение должно быть выполнено, ведь накануне только жизни людей, но и огромные деньги. Да, что ни говори, а это работа для настоящих мужчин. А вот такая вот простенькая сюжетная завязка. Рекомендуемые системные требования. Процессор с частотой 3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 256 ГБ видеопамяти, а также 3 ГБ на жестком диске. Игровой процесс не затеял для безобразия. Вы получаете задание на уничтожение террористов в здании и выполняете его любым способом. Вариантов у вас не так уж много. Все миссии линейны и вам не дадут сделать ни единого лишнего шажка. Террористы высовываются из своих укромных мест и динамично перемещаются по заданной территории. Обезвредить их достаточно легко. Кстати, в этом вам помогут ваши напарники. Конечно, они немного туповаты, но достаточно четкие, чтобы прикрывать вас от террористов выскочек. Разработчики подготовили для геймеров несколько видов вооружения. Выбор не шикарный и не самый оригинальный, но стрелять приятно и легко. Поскольку игровой процесс практически полностью состоит из тревы, миссии прилетают на одном дыхании. Это покупает, из-за чего не обращаешь внимания на недостатки игры. Несмотря на это, наша оценка геймплея всего 3 балла. Внешне игра выглядит невзрачно и паспартански. Никаких вам монстров и живностей, мега крутых спецэффектов и гигантских открытых пространств. Вокруг вас будут только бесконечные коридоры и всевозможные помещения, заваленные непонятным мусором и обставленные мебелью. При этом нужно отметить, что модели людей выполнены весьма неплохо и подробно. Это касается как телосложения и прорисовки фигуры, так и одежды с различным обмундированием. Видны складки, татуировки и некоторые другие элементы. То же касается и оружия. При своей технической простоте стволы выглядят приемлемо и вполне вписываются в общую картину. Единственный серьезный недостаток – малое количество видеоставок и их простота исполнением. Наша оценка внешних данных игры – 3 балла с минусом. При всех недостатках бюджетных проектов у них есть одно неоспоримое преимущество. Все составляющие игры находятся примерно на одном уровне. Эта игра не исключение. Звуковое сопровождение ничем особому не выделяется, в чем вы сейчас сможете убедиться. А наша оценка звука – 3 балла. Гранатомер! Гранатомер! Не ждите от этой игры чего-то невероятного. Просто играйте и получайте неудовольствие, наслаждение от спокойной и достаточно простой игры. Кстати, чрезвычайно короткой. Наша общая оценка игры – 3 балла. Наемники «Бизнес под прицелом» – это совершенно не обременительная игра, которая позволит вам отдохнуть и расслабиться. Чтобы усилить ваше состояние полного релакса, мы поможем вам с прохождением этой игры. Если серьезно, то с прохождением проблем возникнуть не должно. Поэтому вкратце расскажем о возможностях игры. Во-первых, в игре есть возможность создавать профили и проходить игру, сохраняя данные под своим профилем и не мешать другим игрокам. Это так, если вдруг кому интересно. Теперь перейдем к игровому процессу. Разработчики советуют использовать возможность выглядывать из-за угла, чтобы скрываться от путь противника. Мы же от себя добавим, что на самом деле делать это не нужно. Лишняя трата времени. Также в руководстве пользователей вы найдете советы по использованию прицела, укрытий, которые, кстати, простреливаются, разных видов оружия в определенных ситуациях и упоминания о том, что противники будут искать вас за укрытиями. Из всего этого реально нужен только прицел. И то, в редких случаях, приятной игры тем из вас, кого эта игра заинтересовала. Смотрите далее. And Yet It Moves. Оригинальность идеи и стильное воплощение этой игры точно не оставит вас равнодушными. Бельтеонс. Вот равновесие. Проект от отечественных разработчиков, созданный по сюжету фантаста Александра Зорича. Бельтеонс. Вот равновесие. Проект от отечественных разработчиков, созданный по сюжету фантаста Александра Зорича. And Yet It Moves. Оригинальность идеи и стильное воплощение этой игры точно не оставит вас равнодушными. Бельтеонс. Вот равновесие. Проект, разработка которого началась аж в 2002 году. В основу сюжета была положена тетралогия Александра Зорича. Свод равновесия, которая уже засветилась в компьютерных играх. Действие разворачивается в круге земель, в фэнтезийном мире, который, однако, совершенно не похож на то, с чем мы сталкивались в произведениях Толкина. Действие игры Бельтеонс. Вот равновесие разворачивается в круге земель. В этом мире запрещена темная магия и нечистая сила. И за соблюдением этого запрета следит так называемый Свод равновесия. Специальная военизированная организация. Нам с вами отводится роль персонажа, которого в детстве отобрали для обучения в Храме Смерти. Получив базовые навыки от наставников-некромантов, мы отправляемся в большой мир, чтобы стать дипломатом и по совместительству шпионом. Задача проста. Попасть в империю орков, втереться в доверие и разузнать замысл правителей этой недружелюбной нации. А также собрать разбросанные по всему миру светочи. Нас с вами ждут города и деревни, горы и леса, кладбища и замки, подземные пещеры и голые пустоши. Пройти же Бельтеон можно в одной из четырех ролей. Воина, стрелка, мага или убийца. Помимо основной линии, сюжет вобрал в себя около сотни побочных заданий, каждый из которых обладает как минимум двумя вариантами выполнения. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц. 1 ГБ оперативный и 256 МБ видеопамяти. На шестком диске Бельтеон с водоравновесия займет 1,5 ГБ. Проходится Бельтеон очень стандартно и привычно. Основная сюжетная кампания линейна. Дополнительные квесты, часть из которых можно выполнять разными способами, достаточно немногочисленны. Аналогичные с боевой системой. Мы можем использовать холодное оружие, луки и магию. Прокачка персонажа достаточно простенькая, и в прохождении играет второстепенную роль. Ситуацию, однако, спасает очень качественный и цельный сюжет. Четверка за геймплей. Что до графического оформления, то тут дела обстоят не лучшим образом. Мутные текстуры, угловатые модельки персонажей, плохая детализированность и не самая лучшая оптимизация. Конечно, при такой литературной поддержке со стороны Александра Зорича, нам с вами хотелось бы видеть соответствующую графическую составляющую. Но, увы, ее здесь нет. Видимо, финансовый кризис добрался и до студии Росток Геймс. Тройка за графическое оформление. Звук в игре ничем особо не выделяется. Для написания музыкального сопровождения к этому проекту был привлечен молодой композитор Сергей Даныш. Благодаря его стараниям, музыка, как и положено, максимально соответствует атмосфере игры и конкретным сценам. Что касается диалогов, то они достаточно простенькие и не удивляют своей разнообразностью. Тройка за музыкальное сопровождение. Привет, земляк! Помощь нужна, край! Мне на набережную сбегать надо, там ростовщик меня дожидается. Если не дождется, сидеть мне в долговой яме. Вот если бы ты ненадолго подменил меня на посту, просто надень мои доспехи, шлем на цепи и стой. Делать-то ничего не надо. А как вернусь, в долгу перед тобой не останусь. Бельтеон Свод Равновесия получилась проходной игрой. Но это не повод обходить ее стороной. В ней есть фантазийный сюжет, оригинальный мир, а также простая и веселая боевая система. Конечно, до уровня готики отечественному проекту еще очень и очень далеко, но попробовать эту игру определенно стоит. Общая оценка игры — 3 балла. Бельтеон Свод Равновесия получился довольно-таки неоднозначным проектом. С литературной составляющей все в порядке. Но вот с технической стороны, к сожалению, возникают вопросы. Но не пугайтесь, в любом случае поиграть в нее стоит. Ну а теперь традиционно пришло время наших ответов на ваши вопросы по игре Бельтеон Свод Равновесия. Первый вопрос. Люди, помогите. Дошел до Зайтага, уничтожил несколько странных агрегатов и не могу понять, что дальше. Сколько я не бил этого супостата, ему все равно. Он постоянно твердит мне, что он уже не человек и обычным оружием его не возьмешь. Что же мне делать? Отвечаем. Убить этого монстра можно лишь мечом, который дала вам царица Вродогарни. Следующий вопрос. Помогите, застрял в пещерах Даур, нашел книгу, а как выйти из пещер, не знаю, что делать. Отвечаем. В этих пещерах вам необходимо разобраться со всеми скелетами. После того, как последний скелет отойдет в мир иной, вас автоматически перенесет в другую локацию. Следующий вопрос. Помогите, не могу понять, как найти Саглидаты. Отвечаем. Чтобы их увидеть, вам необходимо использовать функцию «Зрак». Все интересующие вас предметы будут подсвечиваться. Надо говорить, служу князю и истине. И все-таки она вертится. Да еще как! Эта игра вертится так, что поиграв в нее полчаса, начинаешь задумываться, а больно ли это упасть на потолок. Поиграв еще часик, начинаешь понимать Алису из сказок Льюиса Кэрролла. Особенно близкими становятся ее представления о людях с другой стороны Земли. В общем, тут главное знать меру и не заигрываться. А называется новая забава «And yet it moves». «And yet it moves» — необычная игра, в которой не герой преодолевает препятствия, а они подстраиваются под героем. Вам встретилась на пути высокая стена? Превратите ее в пол. Не можете протиснуться в горизонтальный лаз? Сделайте из него вертикальный туннель. Игроки в «And yet it moves» могут с легкостью повелевать пространством. Окружающий мир поворачивается под углами в 90 и 180 градусов, что позволяет преодолевать многие препятствия. Удивительно, но за игрой стоит не серьезная студия с матерыми профессионалами, солидным бюджетом, а несколько студентов. «And yet it moves» — еще одно откровение от инди-разработчиков, призванное изрядно освежить жанр платформеров. На фестивале независимых игр проекту досталось звание лучшей студенческой разработки. И, как выяснилось, и напрасно. Если «Брэйд», сильно упрощая, можно назвать игрой в управление временем, то «And yet it moves» — игра про управление пространством. Мир здесь можно и нужно вертеть. Как это часто бывает в хороших инди-проектах, за интуитивно понятной и простой с виду концепцией скрывается масса удивительных возможностей. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативные и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске «And yet it moves» займет всего 100 МБ. В центре событий находится взъерошенный белый человечек. Причем выражение «в центре» нужно понимать буквально. Он единственный, кто на экране всегда сохраняет вертикальное положение. А вся вселенная вокруг него вращается, как заведенная, повинуясь командам игрока. Одно нажатие, и склон превращается в отвесную стену, камни срываются вниз, а герой остается на уступе. В такой круговерте легко потерять чувство реальности, утратить представление о том, где вверх, а где вниз. Но именно такого эффекта добивались авторы. Пятерка за геймплей. Оформление «And yet it moves» — предмет вполне обоснованной гордости разработчиков. Двухмерная игра не нарисована, а как будто вырезана из бумаги. Герой, погибая, разлетается на клочки, а все окружение представляет собой фотоколлаж, выполненный нарочито-небрежно. Тут и там виднеют тенированные белые края. Пятерка за внешний вид. Еще больше рассудок расшатывают звуки. Создается ощущение, что всякие «ду-ду-ду» и «хрусть» извлекаются не из инструментов или синтезатора, а из человеческих голосовых связок. Самое интересное, что так оно и есть. Абсолютно все звуки композитор игры Кристо Байндер издает собственным голосом. Пятерка за звук. Несмотря на все свои достоинства, игра не производит такого сногсшибательного, эмоционально опустошающего эффекта, как пресловутый Брейд. Однако она, несомненно, заслуживает внимания и высокой оценки за оригинальность идеи и стильное ее воплощение. Пятерку получает сегодня игра «And Yet It Moves». «And Yet It Moves» — отличная игра, которая, несмотря на кажущуюся простоту, заставит вас изрядно пошевелить мозгами. А для тех, кто усомнился в силе земного притяжения или запутался с его направлением, мы подготовили наши ответы на ваши вопросы по игре «And Yet It Moves». «Вопрос. На одном из уровней второй главы я никак не могу подлететь на качелях к нужному месту. Каждый раз улетаю в бездну. Что делать?» «Отвечаем. Здесь важно понять, что качели меняют направление движения так же, как и ваш подопечный. Таким образом, вы можете подвести качели к нужному месту с нужной стороны, и все получится». «Вопрос. А что делать с обезьяной, которая не дает мне пройти дальше и кидается кокосами?» «Отвечаем. В этом случае нам поможет древнерусская поговорка. Кто с кокосом к нам придет, тот от кокоса и погибнет». Ключевое слово здесь, конечно, «погибнет». «Ваша задача, меняя направление силы притяжения, сначала остановить снаряд в виде кокоса, а затем перенаправить его в обратную сторону. Таким образом, вы освободите проход и избавитесь от обезьяны». «Вопрос. Какие-то хищные цветы постоянно съедают моего бумажного человечка? Что делать? Ведь жалко его». «Отвечаем. Обратите внимание, что сверху имеется лабиринт, в центре которого сидит божья коровка. Покрутив его должным образом, можно скормить полтоядным цветам насекомые, и пока они будут увлечены обедом, пробежать мимо». «Вопрос. Никак не могу решить головоломку с капельками. Что здесь нужно сделать?» «Отвечаем. Выход закрывает большой булыжник, но вокруг него довольно мягкая почва, которую нужно размочить. Для этого направьте капли воды в сторону камня. Несколько раз обойдя препятствия, вы пустите трещину, и булыжник выскочит, освободив проход». На сегодня, думаю, хватит. Всю следующую неделю буду разбирать ваши письма и выуживать оттуда самые интересные вопросы. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Кстати, на веб-сайте телеканала Муз-ТВ появился мой личный блог. Заходите и задавайте вопросы. Будем общаться. vap.mus-tv.ru Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faq-mus-tv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова